Дорогие друзья, сегодня хочу поделиться с вами своим опытом работы с сознанием и разобраться с термином, что такое нирвана. Начнем с того, что йога-сознание предполагает большую работу именно со своим внутренним диалогом, со своими мыслями, со своим воображением. У нормального обычного человека хаотически крутится, кроме того, что крутится старая заезженная пластинка из слов и мыслей постоянно, круг одно и то же. Ну и люди в этом нормальном состоянии как бы очень сильно зависимы от эмоциональной памяти. То есть, если у вас, допустим, у вас выскочила овчарка из соседнего двора, то человек может от нескольких часов до нескольких дней находиться в трансе от данного события. С другой стороны, когда человек достигает идеалов развитого сознания, тогда уже, в принципе, ничто не может потревожить его больше, чем момент, в котором нечто произошло. То есть, собака подскочила, внутренние движения какие-то произошли, страх, и тут же они рассеялись. То есть, это уже более, скажем так, более совершенное сознание. Когда, уже после армии, помню, мне неизвестно откуда, но очень интересно было, я уже был таким взрослым молодым человеком, уже через год я уже женился, не очень рано появились дети. Вот, закончил мореходку еще в это же время, но мне интересно было наблюдать. Вот, когда ложишься спать, закрываешь глаза и там видишь какие-то пятнышки разного цвета. Не знаю, откуда это взялось. Если еще немножко придавить, глазные яблоки так слегка, то тогда, вообще там, яркие краски, различные брызги, прямо квадратики, все что угодно может появляться. И очень было интересно за этим наблюдать вечером перед сном. Далее получилось так, что очень интересно было наблюдать за этим, попробовать каким-то образом влиять на эти цветовые пятна. И начал пробовать закручивать пространство так вот в определенную сторону, чтобы они двигались. очень сложное задание, так сказать. Ну и постепенно, постепенно начиналось получаться. Не помню, точно уже не помню, сколько это время длилось, но довольно долго пришлось над этим работать. И все-таки что-то уже получалось. Помню, что не очень удачно, но уже что-то по определенному времени начало открутиться. То есть, закрываешь глаза и вот эти все пятнышки в определенную сторону, чтобы они по кругу шли. Я тогда очень удивился, почему я не могу сделать то, что я хочу. Это же очень просто, как бы, да? Взять, вот я рукой могу сделать все, что угодно скажу и так сделала. А вот эти, перед глазами, вот эти, что возникают видения, то есть, не получалось. Ну, ну и бог с ним. Это все было не главное в жизни молодого человека. Там была большая часть занимали женщины, девушки молодые. Ну вот, это естественно в этом возрасте. И, далее, закончив маяходку, я благополучно отправился на Дальний Восток. На Калчатке встретил банду приемщиков мяса с парохода, пришедшего с Австралии, на которой я устроился на работу. Вот, и эти товарищи оказались тибетскими медиками, сейчас очень знаменитыми такими калифеями тибетской медицины во Владивостоке. А тогда это были просто молодые ребята, которые все были постарше меня и которые очень увлекались Востоком. То есть, они именно в те времена только начинали. Это было, ну, с 30 лет назад. И вот, встретившись с ними, они мне дали такой объем информации, что я просто очумел. Я подумал, что, чтобы во все это поверить, чтобы это перенять, что такое существует, что внутренний мир настолько богат, нужно стать сумасшедшим. И в один прекрасный момент я сказал, что бог с ним, стану сумасшедшим, но я все-таки попробую в практике то, что они мне говорили. То есть, они дали мне мантру, я читал мантру, сидел, медитировал. Очень мне плохо получалось, до сих пор вообще смотрю на это дело с некоторым, это самое, для меня это не мое. То есть, сидение на одном месте как-то напрягает. Поэтому, ну, в то время я очень упорно, как бы, старался медитировать. Хотя, сам термин медитация для меня был загадкой еще последующие, ну, наверное, с 5 лет. Может и больше. Вот. И, значит, медитируя таким образом, пароход стоял и стоял, по-моему, там месяц был. Я, я однажды просто сидя, читая мантру, закрытыми глазами в каюте, значит, попал на такой, как будто я лечу по звездному небу, а вокруг, это такой большой скоростью, а вокруг меня звезды так проходят, я так лечу на встречу. Вот, анимация есть такая даже где-то в настоящее время в интернете. Вот. И мне это так стало интересно, так приятно очень, находиться в этом состоянии. Но я, как бы, немножко забоялся, и все прошло очень быстро. Я очень упорно занимался, тай-чинно занимаюсь, тай-дзи-чуань в свободное время. Очень насыщенно было, очень для меня было интересно с ними общаться. Вот. И вот однажды я, как всегда, начал лёг спать и перед сном начал просто-напросто представлять обратно какие-то картинки. То есть уже здесь у меня немножко изменилось моё желание, и я захотел вот здесь создать какую-то анимацию у себя вот так перед глазами. То есть представить, что, не знаю откуда это взялось, но есть такая игрушка, когда два молотобоица и так передвигаешь, они по наковальнию бьют один-второй, 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 а так передвигаются. Вот. И я начал представлять. И оказалось, что вот, как бы, какой-то далеко образ очень похожий появился, и дальше пошло дальше, и вдруг как-то неожиданно просто-напросто появилась обычная картинка. Обычная картинка, не помню уже чего, но вот как во сне, то есть ясность сна. Но дело в том, что я лежал и ещё был полностью в сознании, и вот этот, и как будто вижу какую-то картинку. Я почему-то подумал, что в принципе это похоже на кино, и если есть экран, то я могу его раздвинуть как бы руками, визу-изу-изу представить. Представляю я себе этот экран, что его раздвигают, раздвигаю, оказывается там дальше ещё следующая картинка, там уже совершенно другая тематика. Там было, когда я начал дальше подвигаться, и абсолютно всё сознательно. То есть вот как бы лежишь, тело отключено, а сознание абсолютно работает. Я играюсь в раздвигании этих картинок сна. Вот. И там было и поле, над которым, над которым, было снежное поле, над которым я лечу, на расстоянии вижу внизу там протоптанную дорожку от машины, по-моему, от машины. Вот. И лечу, вижу вдалеке стоят такие домики, пятиэтажные какие-то, мученые, улица какая-то. Я с поля влетаю так спокойно, тихо, влетаю так метров пять, наверное, может больше, между домов, и здесь начинает меня так вот трусить, когда б...Бу-бу-бу со всех сторон. Мысль приходит такое, что это вот... Там где-то на кухнях происходят какие-то недоразумения эмоциональные, и здесь всё у меня начинает бомбардировка эмоциональная. Дальше я беру, раздвигаю этот экран, дальше лес. И так, таким образом... Уже не помню, сколько я раздвигал, мне было очень интересно. В конце концов, раздвигаю и вижу картинку такую, солнышко, деревья, кустами, ну как будто я был в таких, в горах, ну так, в предгорьях еще там и большие деревья росли, солнце, журчит где-то ручейок, и вдруг слышу женский смех. Женщины плескаются в воде, и у меня мысль появилась там, наверное, необнаженная, надо бы посмотреть на них там, подглянуть, подглядывать, ну с другой стороны, сознание освободило таким образом, бог с ним, женщин я еще увижу, что же дальше, это же опыт незабываемый, да, такого не бывает. Вот, и я, значит, взял без внимания и раздвинул картинку. Еще там пару раз смотрел, смотрел это кино каким-то образом, и вдруг, в один прекрасный момент я попал в туннель. Вот, раздвигая следующий, попал в туннель, такая, что-то типа цвета хаки, такой притемненный цвет, где-то сидят одинокие люди, здесь вот я смотрю, это старичок, вот, дальше, там, у меня так в голове крутится, вот, афганец какой-то, и я так себе по наклону чуть-чуть вверх, по этому туннелю, коридорчику такому, как бы, лечу. То есть тела, как бы, нет, а только вот, как видеокамеры так проходят, и все, и я так замечаю с левой стороны, с правой стороны, такие тона зеленовато-мутные. И в один прекрасный момент, времени, как бы, не понимаешь, сколько это длится. Как бы, это все быстро, ну, непонятно, сам кадр идет медленно. И вдруг открываются ворота или двери, и я выпадаю в пространство. Впереди ничего нет, такая прозрачность такая бесконечная и легкая, это, как было бы, где-то очень легкая, вообще почти незаметная. И такое ощущение, как будто мороз, 50 градусов, не холодно, холодно не чувствуешь. Только мороз и, так аж, все такое напряжение, аж чуть-чуть звенит, как бы, вот это все вокруг, это самое, пространство такое, звенит ясностью. Вот такой вот, это самое, как морозный день воздух. И я так смотрю по сторонам, все, там, и краем глазом вижу, что там где-то все-таки что-то есть у меня. Я не могу это, как бы, охватить, посмотреть, потому что, как бы я не подвигался, у меня все равно сзади что-то есть. Как будто водопад, и что-то падает там, такое висящее в пространстве, непонятно что. Но не видно этого. Куда бы я ни повернулся, везде, везде это бесконечное небо. И я так смотрю, так вверх посмотрел, и вдруг в один прекрасный момент я посмотрел еще вниз. Когда я посмотрел вниз, оказалось, что внизу тоже ничего нет. И вот тогда пришел ужас. Просто пришел тихий ужас, от которого все сразу так, фу-фу-фу-фу, позакрывалось. Все, и я открываю глаза, лежу в каюте у себя, и сердце мое бьется с такой силой, что просто-напросто, вот если бы я упал с небоскреба, летел, наверное, примерно так бы и было. То есть грудная клетка поднималась, аж страшно было смотреть. Я это все, обратил на все это внимание, смотрю, лежу в каюте, в безопасности, закрываю глаза, и с этим же бьющимся сердцем, я просто сразу же уснул. Я проснулся утром, как положено, на работу, и проснулся, а у меня сердце так и билось в том же режиме. То есть столько страха натерпелся. Я пришел, спросил ребят, говорю, вот так и так случилось. Ну, молодым игрокам везет. Ну, хорошо сказали, сказали. Особо не понимая, что произошло, какой-то интересный опыт. Ну, и в дальнейшем, когда начал более углубляться во все, в философию Востока, то есть выбирал Сибириси в Индию, в Китай, в общем, по всей Юго-Восточной Азии, и старался побывать везде, где только какое-то что-то интересное было, какой-то храм, какой-то монастырь, общаться с людьми каким-то образом. Очень много интересных людей встречал, очень. То есть мир полон такого магии в этом отношении, особенно Восток. Просто-напросто, когда приходишь туда, там уже в этой среде как бы все естественно, а ты чувствуешь эту магию прямо всем своим существом, потому что иногда разговариваешь с людьми и не понимаешь, как ты разговариваешь. Возможно, это гипноз, возможно, все, но очень-очень было интересно, очень информация много почерпнула. И вот тогда, после всех этих путешествий, после многих лет переваривания информации, теоретической, практической, опыт, там медитативной определенной, понял, что именно через сновидение, ну, некоторые говорят медитация, то есть, ну, медитация, сновидение, то есть садишься в медитацию, представляешь определенные эти самые, входишь в определенные, это тот же сон. Только, будем так говорить, контролируемый, если медитацию нужно назвать контролируемым. И тогда через сон открывается, через контроль сна открываются ворота нирваны. Именно охраняют ее, эти ворота, женские энергии, которые, если не попадешься на этот крючочек, то можешь выйти и попасть именно в это небо. Там, где, как бы, чистое пространство, где нет образов. Это очень интересный опыт, к сожалению, не повторяющийся уже никогда, но, в принципе, было еще очень много других интересных вещей, которые также настолько были интересны. В следующий раз я расскажу еще чего-нибудь из своего опыта в этом отношении. Но с уверенностью могу вам сказать, что именно нирвана, попадание в небо, в это бесконечное пространство, растворение в этом. Если бы у меня не было страха, столько страха нормального животного, станешь, смотришь вниз, в десятиэтажке, страшно. Вот этот страх нужно победить, иначе никуда не попадешь. То есть, довольно сложная задача, с которой справиться очень сложно, и это могут, наверное, единицы какие-нибудь, какие-нибудь отшельники, либо очень, очень, как бы, способные люди. То есть, с сильной волой, с сильным характером, с открытым сердцем. Вот, поэтому нирвана, это, как бы, ничего в этом для меня, по крайней мере, нету уже загадочного. То есть, это уже не слова, это уже теопатический опыт. Так что, в следующий раз расскажу вам еще, может, какую-нибудь интересную историю по ситерическому опыту. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok